МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоговая еженедельная программа Взгляд с высоты. Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» прошел на этой неделе с 28 февраля по 2 марта в Калининграде. Четверо волгоградцев оказали в числе 350 российских журналистов, удостойных за свои публикации премии Общероссийского народного фронта в списке лауреатов и представителей информагентства «Высота-102» Елена Третьякова. Дипломы победителей из рук председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева также получили Ярослав Малых из интернет-издания «Федерал пресс», Наталья Брыкина, «Волгоград.ру» и Анастасия Осоловская, «Аргументы и факты». Ежегодные медиафорумы Общероссийского народного фронта, независимых региональных и местных СМИ. Журналисты писали сюжеты, делали репортажи, статьи, которые не просто представляли интерес для конкурса или для жюри конкурса, эти сюжеты, статьи и репортажи решали проблемы простых граждан. И это очень важно. В этом году жюри оценило серию материалов «Высоты-102» о противостоянии волгоградских чиновников и законопослушных жителей многоквартирного дома по улице Тукая. Собственников квартир в трехэтажке пытались вытелить на улицу, а саму новостройку снести. Ни в чем не повинные люди оказались заложниками ситуации, в которой и разобиралось информагентство. К счастью, сегодня для жильцов дома весь кошмар позади, в том числе благодаря общественному резонансу. Журналистам «Высоты-102» четвертый общероссийский конкурс «КОНФ. Правда и справедливость» принес уже пятую по счету победу. В предыдущие годы лауреатами конкурса становились Наталья Денисова, Марина Клинкова, Анна Пархоменко и Татьяна Страдымова. Традиционным местом проведения медиафорума ОНФ, на котором подводили итоги конкурса, до последнего времени был Санкт-Петербург. В этом году лауреаты премии неожиданно получили приглашение приехать в самую западную точку России, Калининград, где собралось выше 500 журналистов со всей страны. Впервые попасть в Калининград, как это случилось с нашими волгоградскими коллегами, и не увидеть город – преступление. Благо для участников форума организаторы выкроили время для небольшой культурной программы. В нее входило посещение кафедрального собора, в котором прошел концерт органы музыки. Но особенно впечатлила волгоградцев готическая архитектура бывшего Кёнигсберга с его знаменитыми замками из красного кирпича, величественными башнями и воротами. Сейчас журналисты из разных регионов находятся на острове Канта. За моей спиной могила великого философа. Ну и это круто здесь находиться, конечно же. Мы оценили такой замечательный жест организаторов медиафорума возможность посмотреть город. Очень интересная поездка и конструктивная. И посмотреть город, конечно, очень необычный, наш самый западный город. Потрясающее впечатление. Я обязательно сюда вернусь. Медиафорум Общероссийского народного фронта, конечно же, проводится не только для отчествования победителей конкурса. На три дня место проведения форума становится площадкой для широкой дискуссии представителей СМИ с экспертами отрасли и представителями федеральной власти. Как сделать так, чтобы местные чиновники не имели возможности препятствовать СМИ в их работе? Как выживать скромным районкам или городским телеканалам в жестких рыночных условиях? Как бороться за аудиторию? И как меняются ее запросы? На эти и множество других вопросов искали и находили ответы региональные акулопера в рамках второго дня форума. ОНФ правильно делает, потому что журналистами надо дружить и журналистами надо общаться. К нам же обращаются самые обычные люди со своими проблемами. Выселяют из дома, не знаю, управляющая компания не работает, что-то еще, мусорку не вывозят неделями. Нам удается и такие вопросы решить. На дискуссионной площадке, посвященной развитию местного телевещания, журналисты городских каналов пожаловались на отсутствие прямой связи со своим зрителем. Новости региона сегодня можно смотреть исключительно по кабелю, куда городские телекомпании могут попадать только за большие деньги. Участники сессии сошлись во мнении, что нужен законопроект о так называемой 22-й кнопке, для того, чтобы городское ТВ появилось в общедоступном телепакете кабельных сетей. На площадке интернет-СМИ представители электронных изданий обсуждали свои проблемы. Говорили, в частности, о роли социальных сетей в продвижении изданий. Эксперты отмечали, что до сих пор существуют СМИ-неандертальцы, которые, если и работают со своим читателем в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, то делают это топорно и малорезультативно. Тогда как значительная часть аудитории давно буквально прописалась в сетях. Там ее и нужно ловить на живца, предлагая качественную и удобную для восприятия информацию, считают медиаэксперты. Чуть позже от проблем внутренней журналистской кухни представители СМИ переключились к более глобальным вопросам. 1 марта президент России и лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин выступал с ежегодным посланием Федеральному собранию, видеотрансляцию которого участники форума вместе посмотрели, а затем и обсудили с политическими экспертами. Выступление главы государства можно разбить на два блока. Первый – социальный, посвященный внутренней политике. Второй – международным отношениям, а также военным риском и возможностям, которые имеет сегодня страна для защиты своих рубежей. Среди ключевых тем послания можно назвать инфраструктурное, технологическое развитие России, борьбу с коррупцией, волонтерство, поддержку культуры. Достаточно подробно Владимир Путин в своей речи остановился на вопросах увеличения продолжительности жизни и медицины. За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения. Но в ряде случаев я просто вынужден сегодня об этом сказать. Административными преобразованиями явно увлеклись. Начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы-то никакой не предложили. В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы. Зашла речь и о доступном жилье для россиян. В конце прошлого года ипотечная ставка впервые опустилась до 10%. А всего за прошлый год в стране выдано около миллиона кредитов на покупку жилья. Путин считает, что ипотека должна стать еще более доступной для граждан. Нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7-8%. Мы долго спорили, какую цифру назвать вот с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7%. Это уж точно. За предстоящие 6 лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, для молодых специалистов. Очень громко, мощно в послании прозвучала тема обороны государства. По словам Владимира Путина, Россия остается сильнейшей ядерной державой. Ни у одной страны мира в данный момент, как подчеркнул президент, нет таких систем вооружения. Президент не только рассказал, но и показал, как выглядят последние разработки, успешно прошедшие испытания. От существующих типов боевого оснащения этой системы отличаются способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающие число МАХа более чем в 20 раз. Видео, пожалуйста. Если 1 марта во второй день медиафорума региональные журналисты видели главу государства только на экране, то в третий, заключительный день им довелось пообщаться с лидером государства уже лично. Владимир Путин по традиции принял участие в пленарном заседании форума ОНФ. Беседа главы государства с журналистами продлилась полтора часа. Вопросы были самые разные, начиная от экологии и коррупции и заканчивая кулинарными способностями президента. В начале встречи Владимир Путин поблагодарил ОНФ за организацию медиафорума и напомнил о пользе для общества и государства журналистской профессии. Вы как раз те люди, которые на передовой находитесь, работаете прямо непосредственно с людьми, лучше всего знаете и чувствуете, что происходит на территориях. А это, по существу, самое главное, потому что за вами в прямом смысле слова вся Россия. Достаточно много президенту было задано вопросов, конкретизирующих тезисы из послания Федеральному собранию. В частности, Владимир Путин озвучил, что уже в этом году на появление фельдшерско-акушерских пунктов в селах будет направлено финансирование и назвал конкретные суммы. Профессиональные вопросы также звучали из уст представителей СМИ. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил президенту узаконить введение административной ответственности для чиновников, которые отказывают журналистам в аккредитации или предоставлении информации. Владимир Путин с такой идеей согласился, но заметил, что к разработке данного законопроекта нужно подойти аккуратно, чтобы не перестараться. Благоградским журналистам задать вопрос лидеру страны не довелось. Елена Третьякова, представляющая Высоту 102, поделилась своими впечатлениями от встречи с президентом сразу по выходу из Дворца Спорта Янтарной, где проходило пленарное заседание. Президент страны хочет и умеет общаться с региональными журналистами, которые действительно могут дать ему очень много полезной информации по тому, что творится в регионах, потому что журналисты на местах видят то, о чем не договаривают пресс-службы региональных и областных администраций и правительств. Понятно, что разговор мог длиться бесконечно, но считаю, что президент, как глава государства, уделил достаточно времени и был очень доброжелателен, и сложилось впечатление, что ему самому было интересно общаться с нами. Медиафорум УНФ и конкурс, проводимый среди российских СМИ, именуются «Правда и справедливость». Это главный принцип в работе любого журналиста, честного и добросовестно выполняющего свою работу. Поддержка со стороны Общероссийского народного фронта, нацеленная на повышение образованности, юридической подкованности СМИ, нужна и важна. Надеемся, что наши коллеги, вернувшиеся из Калининграда, вооружились новыми знаниями и готовы их применить в труде и обороне. Это была программа «Взгляд с высоты». Я прощаюсь с вами до будущей недели.